Всем привет! В эфире Новый день. Рядом со мной Андрей Краснов, один из первых ведущих нашей замечательной программы. Андрей, привет! Приветики! Неожиданно я по ту сторону теперь оказался через столько лет. Андрей сейчас живет и работает в Москве. Как там дела в столице нашей? Ничего, нормально. Москва стоит, ничего с ней не стало. Растет постоянно вверх. И вширь? И вширь, ну да. Бесконечно расширяется. Скоро будем самым большим метро в мире. Расскажи, пожалуйста, чем сейчас занимаешься? Сейчас полностью занимаюсь музыкой. Все время, каждый день на протяжении уже 7 лет, 8 получается. Выступаем, очень много концертов ездим по миру. У нашего программа, вот, в основном связанная с взаимодействием с людьми. Это мы вот так. Андрей, давай мы маленько повспоминаем. В каком году ты работал в программе? В новом дне, да. Это был, это был 15-й год, наверное, да? 15-й или 14-й начало. Ну, самое начало нового дня. Вот. В 15-м, в конце 15-го я уехал. Так что, думаю, полтора года я поработал здесь на новом дне. Это одни из самых звездных таких начинаний наверняка, потому что я помню, что вы старались и музыку внедрить, да? Да, мы это сами все собирали по кусочкам. Вот, писали с Янкой сценарии, с Поповой. Потом подключились позже Данил Недзельский, Маша Бачина. Вот. Но мы были первыми четырьмя ведущими, да? Потом появились еще другие ребята. На этот момент уже плохо помню, потому что я собирался там уезжать. Как вспоминаешь новый день? Да, с теплотой всегда. Я был у бабушки сейчас, какое-то время жил. И мы с ней утром смотрели новый день. Ну как? Как? Ну хорошо, у вас все поменялось, у вас только буквы те остались старые. Вот. А так, конечно, все по-другому стало. Вот. Но прикольно, это все растет и видно, что развивается, ничего на месте не стоит. Так что я рад за всех. Приятно это слышать. Андрей, скажи, пожалуйста, вот если бы ты работал в телевидении, наверняка это была какая-нибудь музыкальная программа? Не знаю. Я не могу сказать, как было бы, потому что то, что я начал заниматься музыкой, это... И я всегда к ней горел, имел страсть, но это скорее случайность, что так все получилось. Потому что я думал, может быть, я в Москве буду на телевидении где-то. Вот. И там неизвестно, как бы сложилось. Так что не могу сказать. Ну дай бог, как сложилось, так сложилось. Музыка это прекрасно. Да? Да. Не жалуемся. Расскажи, пожалуйста, выпускаются ли синглы, выпускаются ли... У нас другого формата немножко. У нас нельзя просто взять и послушать песню, потому что музыка, хоть и музыка, но она больше вспомогательная, второстепенная. У нас именно на шоу, на зрелищность устроена наша. Группа Жильверн, можно посмотреть, я думаю, всем желающим. Вот. Есть и в Ютубе. Можно ознакомиться. Ну а как вы в Москве с продюсированием? Нашли того человека, который везде и всюду у вас? Все хорошо. С железной хваткой. Человек. Акула. Шоу-бизнеса. Можно, пользуясь случаем, передать привет. Я не знаю, смотрят ли нас ребята из Москвы, но все, кто вдруг случайно увидел, ребят, всем привет. Андрей, что можно еще сказать про Ангарск? Ты походил, наверняка погулял по родным улицам. Что изменилось за это время? Ну, новые какие-то торговые центры появились. У меня очень странные ощущения. У меня нету такого, будто бы меня здесь долго не было. У меня, когда я уехал, все заархивировалось. Я приехал, у меня все разархивировалось. Я помню, где ходить. Помню все улицы. Хотя, казалось бы, да, все бледно как бы. Не знаю, может, нужно больше не быть. Может, надо 70 лет не быть, чтобы такое, ооо, как передвигаться в этом городе. Все, конечно, после Москвы чуть меньше кажется, потому что там бесконечно на горизонте какие-то небоскребы. Но в то же время все привычное, все родное. Изменилась набережная. Я ее не видел, кстати. Это очень удобно. Можно от одного пункта в другой, из разных точек, да, прийти быстрее гораздо. Из 29-го в 33-й. Не видел, я так полагаю. Еще не попал на набережную? Нет, я уже побывал, походил по ней. Кстати говоря, я привез вам тепло, видимо, потому что я посмотрел погоду. Тут 14 градусов, да. Вот, я уеду в субботу, и у вас будет 3. Не забирай, пожалуйста, тепло. Оставайся. Я бы с удовольствием не забирал, но... Вот, я вас предупреждаю. Потом 2, потом 1, потом 0. Ну, мы, да, мы следим за прогнозом погоды. Надеемся на то, что ноябрь тоже будет теплый. Приезжай, пожалуйста, в Ангарск почаще. Оставайся жить, пускай будет лето всегда. Да. Скажи, пожалуйста, а люди поменялись в Ангарске? Я общался только с теми, кого знаю, да, логично. Вот, так что мои ребята не поменялись. Ну, они поменялись в каких-то деталях, в лучшую сторону, повзрослели, кто-то постарел. Вот, но, слава богу, никто не поглупел. Было бы грустно. Андрей, от тебя веет такой положительной энергии, столько позитива. Я желаю тебе успехов на музыкальном поприще. Не забывай родной Ангарск и приезжай в Актиз и посещай Новый день. Хорошо, всем тоже удачи, развития. Пускай выходите уже на стриминги ВТВ, чтобы делать свои сериалы, свои программы и чтобы это видели во всем мире. Вот, и всем здоровья. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова